Музыка Для создания съедобных фломастеров мне потребуются непосредственно обычные фломастеры. Очень важно, чтобы на их маркировке было написано, что они не токсичны, безопасны для детей и на водной основе. Конечно же, мне понадобится пищевой краситель. В данном случае я буду использовать коричневый краситель. И на примере коричневого фломастера я покажу, как это все работает. Потребуется обычная банка, где мы будем замачивать стержень. Также понадобится обычная вода комнатной температуры. Какие-то салфетки или то, что не позволит нам разводить грязь. Перчатки, чтобы не испачкать руки. Пипетка. Я буду использовать плоскогубцы, чтобы вытащить вот эту пиндюрочку с задней стороны фломастера. Может потребоваться также что-нибудь остренькое, чтобы подцепить эту пиндюрочку. Итак, прежде всего мы разберем фломастер. Я вытаскиваю пиндюрочку с задней стороны, чтобы извлечь стержень. Суть всех последующих наших телодвижений – это заменить несъедобный краситель фломастера на съедобный. Поэтому ничего сложного не предвидится. Итак, одев перчатки, я достаю стержень из фломастера. Он выходит достаточно легко. Если он где-то там немножко застрянет, то подвинув немножко стержень, можно сместить его с насиженного положения. Стержень надо будет вернуть потом в исходное положение. Итак, мы достали стержень. Вот таким образом он выглядит. Мы его закидываем в банку и заливаем туда воды. Пока мы будем чистить окончание фломастера, этот стержень немножко напитает воды. Для пущей убедительности можно также потрясти банку, но стержень прекрасно впитывает воду и без этого. Вот таким образом промывать пишущий кончик совершенно бесполезно, поэтому мы его промоем следующим образом. В топу фломастера при помощи обычной пипетки мы заливаем воды и вот таким проточным способом мы полностью вычищаем фломастер. У меня на всю очистку пишущего кончика ушло, ну, где-то около 5, максимум 10 минут. Кончик должен стать полностью белый и не оставлять за собой пишущего следа. Итак, кончик мы очистили и теперь переходим к обработке стержня. Из банки я достаю стержень, в нем очень много пигмента. И его я вот таким образом промываю. Опускаю воду и легкими жамкающими движениями я выдавливаю как бы вот весь этот пигмент, который находится в стержне. Периодически я воду меняю, при необходимости продуваю, это еще сильнее ускоряет процесс. И по окончании я имею абсолютно чистый стержень, а также абсолютно чистый пишущий кончик. Как только все эти части просохнут, мы их заполним пищевым красителем. Подготавливаю емкость, куда буду заливать краситель. Также подготавливаю водку, поскольку краситель немножко густоват. И накапав в емкость несколько капелек, как видите, очень густая жидкость. Я разбавляю слегка водкой. Все это дело размешиваю. Я это делаю для того, чтобы проникающая способность красящего состава была для стержня удобоваримой. То есть гелевый краситель будет впитываться очень плохо в стержень. Достаточно средней плотности, при которой он достаточно легко стекает по стенкам емкости. Не оставляя при этом водянистый след. И как только я развела краситель до нужного мне состояния, несколько капель я капаю непосредственно в тубу фломастера. Я это делаю для того, чтобы пока я буду возиться со стержнем, пишущий кончик фломастера пропитался красителем. Все это дело пока оставляю в сторонку. И начинаю заниматься непосредственно стержнем. Через пипетку я наполняю стержень. Здесь важно не торопиться, ждать пока каждая порция впитается. На определенном этапе стержню можно помогать впитывать краситель путем легкого жамкания этого стержня. На заполнение всего стержня у меня ушло примерно где-то 20-25 минут. И вот таким вот образом я уже напитала пломастер. Очень важно, чтобы краситель не вытекал, а стабильно находился в стержне. И теперь все эти части я соединю. Пишущий кончик тоже, как видите, пропитался. Я снимаю излишки красителя и вставляю заполненный стержень внутрь тубы. Хорошенько фиксирую его там и закрываю. Убираю какие-то остаточные фрагменты краски и все. Фломастер готов, им можно писать. Как видите, его пишущая способность превосходна. И, конечно же, не забывайте по окончании работы надевать на него защитный колпачок, чтобы избежать преждевременного высыхания. И таким же образом я заполнила все оставшиеся фломастеры. Здесь вы можете видеть, что некоторые цвета имеют более широкую линию. Это произошло из-за того, что я краситель развела чуть-чуть сильнее, чем коричневый. Это не ошибка, это вопрос вкуса, то есть кому-то из вас могут понадобиться тонкие, более сухие линии, а кому-то более заполняющие. Просто обратите внимание на этот нюанс. Также следует учитывать и то, что, как и все фломастеры, эти фломастеры также подвержены высыханию. Ни в коем случае не выбрасывайте их, если они подсохнут, а открыв пимпочку с задней стороны, капните несколько капель водки на стержень. Стержень увлажнится и пишущая способность фломастера возобновится. Если вам понравилось мое видео и оказалось для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на YouTube, а также в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. А сегодня на этом все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!